Детские сады Карелии готовы начать работу в новом режиме. Карельский Акатыш и Костомухский заповедник будут изучать состояние природных ресурсов, а в республике в шестой раз прошел ежегодный конкурс творческих работ «Любимая книга детского сада». Об этом и не только я, и мои коллеги расскажем вам в программе «Большие новости». Здравствуйте! В студии Наталья Кузьмина, но сначала коротко о главных событиях минувшей недели. Карелия может столкнуться с пятой волной коронавируса сразу после новогодних праздников. Как она пройдет, зависит от самих жителей республики, считает министр здравоохранения Михаил Охлопков. Он напомнил, вакцины против COVID-19 эффективно защищают от известных штаммов, а привившиеся в пять раз реже попадают в больницу, если заразились. Охлопков подчеркнул, противники вакцинации не позволяют победить пандемию полностью и обратился к жителям региона с просьбой не испытывать систему здравоохранения на прочность. 24 ноября на автодороге А-121 «Сартовалов» в серьезное ДТП попал туристический автобус. По данным ГИБДД, при прохождении левого поворота водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находилось 34 человека. В результате происшествия 4 человека пострадали, были направлены в центральную районную больницу города Сартовалов. Силами Главного управления МЧС России по республике Карелия была организована доставка пассажиров в пункт обогрева. По уточненным данным, в автобусе находились студенты Севастопольского госуниверситета, приехавшие на отдых в Карелию и их сопровождающие. Обстоятельства и причины аварии выясняются. По поручению Минспорта России на базе спортивного училища Олимпийского резерва в Кондопоге появится профессиональная молодежная команда по футболу. Отделение должно заработать в 2023 году. Телефонный разговор с директором училища Александром Вороновым опубликовал на своей странице Артур Парфенчиков. Минспорт России поддержал предложение Карелии создать в республике отделение футбола. Набирать туда планируют воспитанников с девятого класса, чтобы сформировать команду категории до 17 лет, которая бы смогла выступать на первенстве России. В следующем году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, неиспользованную в 20-21 годах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Право на такую компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Напомню, раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 20-21 годах из-за угрозы распространения ковида большинство поездок пришлось отложить, чтобы защитить права граждан и было принято решение продлить период получения таких выплат. Карелия получила 28 новых школьных автобусов. Новую технику презентовала заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник. Автобусы отправились в районы Карелии возить школьников на учебу и различные мероприятия. Выделила средства на технику федеральное правительство в рамках национального проекта образования. Местные власти договорились о регулярных поставках в республику автобусов в соответствии с потребностями школ. Автобусы разные, и побольше, и поменьше. Автобусы для образовательных организаций, для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых тоже все предусмотрено. На одну творческую площадку стало больше. В Петрозаводске по адресу проспект Невского, 55, гостеприимно распахнуло свои двери новое арт-пространство «Перламутр». Студия творчества – место, где любой желающий может реализовать свой проект, обменяться опытом, накопить творческое портфолио, найти друзей, единомышленников и просто весело провести время. Здесь будут проходить концерты современной классической музыки, выставки, мастер-классы, лектории по моде, искусству и смежным наукам, онлайн-трансляции, мини-курсы, обучение вокалу и основам театрального мастерства. Молодежи чем важно? Чтобы молодежь реализовывала здесь свои проекты у нас в Карелии и понимала, что здесь в Карелии можно делать то, что можно делать и в столицах, соответственно, чтобы они нашу родную землю не покидали, а воплощали здесь все свои идеи. Детские сады Карелии готовы начать работу в новом режиме. С 1 декабря в республики вводятся дополнительные ограничительные меры в ходе борьбы с распространением коронавируса. Так, начиная с первого дня зимы, согласно распоряжению главы региона, родители не смогут самостоятельно приводить ребенка в детский сад, если у них нет QR-кода о прививке, либо документа о перенесенном коронавирусе, либо действующего сертификата об отрицателем ПЦР-тесте. Тем не менее, образовательный процесс не прервется для всех без исключения детей. О том, как будет организована работа дошкольных учреждений, расскажем в нашем специальном репортаже. Петрозаводский детский сад номер 87 «Журавлик», как и все дошкольные учреждения республики, пока работает в прежнем режиме. На входе у детей родители измеряют температуру, взрослые провожают малышей в группы. Но с 1 декабря, согласно распоряжению главы Карелии, зайти в здание сада смогут не все родители, а только те, у которых есть QR-код о прививке, либо справка о перенесенном коронавирусе, либо сертификат об отрицателем ПЦР-тесте. Он действует 72 часа. В этом детском саду у большинства родителей эти документы есть, поэтому нововведения не вызывают беспокойства. Информировали мы всех родителей сразу же, каждого индивидуально информировали, с каждым индивидуально разговаривали. В нашей группе большинство родителей привиты, реагируют спокойно. Дети у нас большие, поэтому у нас все хорошо. У меня лично и в нашей семье ничего не изменится. Мы все привиты, поэтому как водили ребенка всей семьей, так и будем водить. Поэтому нам ограничения эти никак не скажутся. Я привит, да, вся моя семья привита, у нас ничего не изменится. Мы как приходили, приводили ребенка, так и будем приводить. Для тех детей, чьи родители не имеют необходимых документов, Министерство образования и спорта Республики поручило дошкольным учреждениям разработать отдельные правила приема. В первую очередь это издание локального акта, в котором должны быть назначены ответственные лица, необязательно из числа педагогических работников, которые смогут у родителей осуществить вот этот прием ребенка от родителей и передачу его воспитателю в группу. Провожать детей до группы и передавать воспитателю будут работники детского сада, а родители встречать и провожать детей будут на улице. Дети, чьи родители не смогут предоставить перечисленные документы, будут приниматься дежурными сотрудниками при входе в учреждение и сопровождаться до группы, передаваться воспитателю. В вечернее же время родители могут забирать детей на организованных на улице прогулках. При условии хорошей погоды, ну и также при других обстоятельствах, если это будет невозможно, то дежурный сотрудник будет приводить ребенка ко входу в учреждение и передавать родителю. Дежурные сотрудники, это могут быть как и администрация детского сада, также будут привлекаться младшие воспитатели. На сегодняшний день у нас разрабатывается локальный акт, касающийся именно пропускного режима и также инструкции для дежурных сотрудников. Сколько работников будет привлечено, чтобы забирать и отдавать детей родителям, каждый детский сад будет решать самостоятельно. Это зависит от количества групп и входов в учреждение. Только в этом детском саду их восемь. Если малыша нужно забрать, например, днем, то родители могут заранее позвонить воспитателю. Малыша оденут и выведут на улицу. Родитель может позвонить, я с ребенком одеваю, и мы уже выводим родителю. То есть в любое время, когда родителю нужно, мало ли это после тихого часа, телефон всегда в доступе, и такой же телефон есть в любой группе у нас в саду. Чтобы упростить правила приема детей в утренние часы для родителей, которые имеют необходимые документы, в детских садах сделают пропуски. Они будут именны и содержать информацию о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Передать их третьему лицу не получится. На совещании в Министерстве образования и спорта Карелии отметили, что со всеми изменениями, как родителей, так и работников детских садов, администрации дошкольных учреждений ознакомят до 1 декабря. Отнесены изменения функциональной обязанности специалистов образовательной организации, потому что детский сад будет вынужден несколько изменить функционал у сотрудников. Например, у дежурных администраторов. Может быть, тот, кто занимался только кадрами, будет распределен для того, чтобы в утренние часы помогать принимать детишек в образовательную организацию. С этими родителями будет отработан, первое, график их приема ребятишек. То есть мы будем прекрасно понимать, в какое время родитель будет привозить своего ребенка. Ну и, естественно, точно так же мы будем родителей опрашивать по поводу того, в какое время они будут забирать ребенка. Специалисты отмечают, детские сады Карелии к работе в новом режиме готовы. Образовательный процесс для всех, без исключения детей, не прервется. Карельский Акатыш и Костомукшский заповедник будут изучать состояние природных ресурсов. Такое совместное исследование проводится впервые. Программа мониторинга и сохранения биоразнообразия рассчитана до 2023 года. Подробности рассказали наши коллеги из города Горняков. Карельский Акатыш уже много лет занимается оценкой воздействия своего влияния на водные ресурсы. Специалисты предприятия наблюдают за их теофауной озера Окунево и речной системой Кенти-Кента. Последний мониторинг 2017 года никаких существенных изменений в этих водоемах не показал. В следующем году такая работа продолжится. Нынешнее исследование более комплексное. Оно включает изучение и разработку мер по сохранению биоразнообразия растительного и животного мира в зоне потенциального воздействия комбината. Карельский Акатыш стремится минимизировать воздействие на окружающую среду, улучшать качество сточных вод и вести мониторинг биоразнообразия. Тем самым соблюдая требования природоохранного законодательства России и международных стандартов. В рамках договора выполнен первый этап программы мониторинга сохранения биоразнообразия. Были отобраны 52 пробы почвы, 38 проб растений, были установлены 15 фотоловушек. В этом году для работы используются фотоловушки, установленные на территории заповедника. Сотрудники учреждения имеют почти десятилетний опыт работы с таким оборудованием. Благодаря круглосуточному мониторингу ученые могут видеть количество животных, проживающих на территории, узнать их видовой, половой и возрастной состав, оценить способность к выживанию. В следующем году видеонаблюдением планируется охватить всю исследуемую территорию. Для этого закупят еще 15 фотоловушек и квадрокоптер. Мы вообще проводим исследования только на территории заповедника и национального парка. Но поскольку сейчас территория наша территория, территория заповедника, территория национального парка, территория города и ГОКа, и в целом Костомышского городского округа включены в биосферный резерват Мецела, поэтому мы обязаны взаимодействовать между собой и сохранять природу вместе. В течение ближайших трех лет ученые будут наблюдать за изменениями в состоянии окружающей среды и по итогам исследования дадут рекомендации по сохранению биоразнообразия, на основе которых будут дополнены действующие или разработаны новые природоохранные мероприятия Карельского окатыша. В Сегежском детском саду появилась новая спортивная площадка, а в приют для бездомных животных в Медвежегорске привезли тонну сухого корма. Новости из районов республики узнаем из местных пабликов и газет. В Сегеже в детском саду номер 20 появилась новая спортивная площадка. Реализовать этот долгожданный проект удалось благодаря грантовому конкурсу социальных программ «Добрые леса Сегежа Групп». Предприятие выделило более 140 тысяч рублей, еще 60 дали другие спонсоры. Жительница поселка Лоухи, многодетная мать Елена Бессонова стала самозанятой благодаря государственной помощи. 250 тысяч рублей она получила в рамках контракта с Центром социальной работы республики. Теперь у Елены есть собственное дело, она занимается выпечкой кондитерских изделий. В Беломорске ведутся работы по восстановлению освещения вокруг корпусов больничного городка. Возникла необходимость замены как проводов, так и самих светильников. Деньги на эти цели нашли, теперь работники занимаются восстановлением линии. В Медвежегорский приют для бездомных животных право на жизнь привезли целую тонну сухого корма. Такой подарок приюту сделал местный молокозавод. Работники приюта в социальных сетях пишут слова благодарности директору предприятия и учредителям. Ежегодный республиканский конкурс творческих работ «Любимая книга детского сада» прошел в Карелии в шестой раз. Прежде дети уже рисовали времена года, любимые места, героев, любимых сказок делились своими знаниями по электробезопасности. Задание этого года – вспомнить любимые книги и нарисовать по их мотивам рисунки. Лучшие работы вошли в календарь, а победители чествовали в зале Национальной библиотеки Карелии. Светлана Воробьева расскажет подробнее. Нарядные дети и взволнованные родители – торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса творческих работ «Любимая книга детского сада» прошла в зале Национальной библиотеки. Дошкольники рисовали своих любимых героев из книг Носова, Маршака, Барто. Лучшие работы украсили ежегодный календарь. 12 победителей, 12 рисунков. Милана Ногайцева рисовала про живую шляпу. Это моя любимая сказка. А она о чем? О кошке. Котике, да? Ну, расскажи, как там все дело происходит? На кошке свалилась шляпа. И пряталась под шляпой, да? И там мальчики подумали, что там кто-то есть. Я спросила Милану, кого бы ты хотела. Она сразу сказала, кот в шляпе, она сказала почему-то. Ну, это «Живая шляпа» называется рассказ Николая Носова. У нас Милана очень любит рисовать сама. Она сама выдумывает какие-то картинки, постоянно сама рисует, фантазирует очень. То есть, из своего животного домашнего, допустим, у нас собака есть, рисует человека. Каким бы он был человеком, он как бы так фантазирует. В этом году на конкурс поступило более 250 работ от участников из Петрозаводска, Сегежа, Медвежегорска, Прионежского и Лоухского районов. Изначально мы, конечно, ожидали, что будут какие-то очень известные произведения. Борто, это мы все знаем, и уронили мишку на пол. Но на удивление, там мишек было не очень много. То есть, на самом деле, и педагоги, и родители подошли очень ответственно к этому конкурсу. И вспомнили с ребятами совершенно разнообразные произведения, и поэтому рисунков повторяющихся практически не было. Поступило более 250 работ, и, конечно, это было очень сложно отобрать самых лучших, потому что, действительно, детский рисунок – это само уже по себе такое чудо. И, конечно, для жюри ежегодно, для нас это каждый, ну, такие, ну, такие творческие, в том числе, выбрать тех самых лучших, которые будут целый год украшать корпоративный календарь. Честно сказать, все работы удивили, потому что уровень достаточно высокий. Книга, к которому я очень так присматривалась, помогали родители. А это здорово, если помогали родители, потому что это семейная была работа. В церемонии приняли участие детские писатели, подарили конкурсантам книги. Илья Полуницын прочитал свои стихи и сказки, поделился секретом о том, как рождаются сюжеты. Мне всегда было интересно. Это такая загадка, на которую ни один человек просто на улице спроси, и никто не ответит. Даже если это там повар, у которого три звезды Мишлен ресторан. Вот тёрка, у тебя самая обычная тёрка на кухне. Сколько на недельчик? Никто не знает. Мне захотелось сделать из этого сказку. Для победителей конкурса сотрудники учреждения провели экскурсию по царству книг. Для большинства детей это было первое знакомство с Главной библиотекой Республики. Светлана Воробьёва, Борис Касьянов. Специально для программы «Большие новости». А у меня на этом всё. Берегите себя и увидимся в эфире программы «Большие новости» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова